13 номер для жителей поселка Шмидта оказался счастливым. Новый автобусный маршрут до губернского рынка, как дорога жизни, связывает поселок с городом. Нам дали 13 автобус, мы очень довольны и рады, потому что везде можно проехать, куда и на рынок, и в больницу, и дети в школу. Одним маршрутом решили сразу четыре проблемы. Отсутствие в поселке общественной бани, поликлиники, детского отделения и женской консультации. До этого был один автобус, но ходил он раз в час, а если сломается, и того реже. У нас выход в город, это через перекидной мост, он достаточно высок и сложно и пожилым людям, и инвалидам, и мамам с колясками, и беременным женщинам по этому мосту передвигаться было. Сейчас на автобусе, в общем, это все доступно и удобно. У пассажиров общественного транспорта проблемы решились, а вот у обладателей личного они еще есть. Из-за большегрузов, которые гоняют по Запонскому, как по взлетной полосе, разбиваются дороги. Кроме того, весь мусор и грунт они сваливают прямо на территории поселка. Зимой был большой вывоз с КамАЗами грунта, снега, все дороги разбиты, дорог нету, КамАЗы, сказать, мягко не ездят, они скалитают, все дороги разбиты. Так как они быстро ездят, ну как трескутся дома, так как живут за дороги. Нет лежачих полицейских, все скандаляционные люки разбиты. С наболевшим вопросом Александр Васюта приехал в приемную депутата Александра Фетисова. За несанкционированный вывоз мусора на территорию поселка уже заведено уголовное дело, идет расследование. А вот благоустройство некоторых участков уличной дорожной сети – вопрос решенный. Есть вопросы, которые могут разрешаться управленческими решениями на местном уровне. И мне кажется, что часть таких решений мы сегодня нашли. Уже в этом году, в мае месяце, уже начнется ремонт улицы Речной, будет карточный ремонт улицы Неверова. И еще одна большая радость для жителей поселка – пункт врача общей практики, который откроется здесь в ближайшее время. Марина Матвеична, Станислав Левин. События.